Очень в этот шаббат такой прямо было у меня то, что называется в Торе хидуш. Хидуш это, ну вот, инсайт, такой у меня был инсайт, очень такой интересный. Вы знаете, что вот есть 10 заповедей, да, все знают, есть 10 заповедей. Все, Маша Рабену спустился с горы Тинай, со скрижалями, на скрижалях было 10 заповедей. И вот эти вот 10 заповедей, которые были на скрижалях, ну, большинство людей, которые даже считают себя очень верующими, они не помнят. Но если в них вдуматься, в них вдуматься, причем вдумываться в них вот, чем вдруг человек будет не вдумываться? Я в этот шаббат, почему я в них вдумался? Я сидел возле Торы на шаббат, да, утром читаю Тору, выносят Тору. И потом, значит, когда уже ее прочитали, ее на какое-то время ставят на стол, если это она в таком вот, в коробке такой, да, есть в ашкинастской традиции, европейская свиток Тора, он на двух палках таких, и он, ну, скрученный свиток, и на нем есть такой бархатный, ну, как мантия такая, да, чехол бархатный. А в сепардской традиции эти же две, ну, вот свиток, да, на двух палках, он, грубо говоря, но вокруг него не чехол, а такая круглая коробка, такая прям украшенная серебром, иногда золотом. И вот это было украшено серебром, и были на ней серебряные скрижали. И я, значит, сижу вот рядом, я сижу, как раз она стоит, я читаю все 10 заповедей на ней написанных, да, вот так символично. Я смотрю, написано, первое скрижали, кто помнит, написано, я Господь твой, который вывел тебя из земли Египетской. Значит, это не заповедь, это просто знание, это такое оповещение, это сообщение о том, что вот, значит, я Бог, я Бог вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства, что ты как бы без меня ничего не можешь. Вот человек думает, что он прям такой всемогущий, а оказывается, вот возьмем, вчера был Берет Мила, обрезание, спасибо Всевышнему, и маленький ребеночек лежит, он беспомощный полностью. И первые годы своей жизни он беспомощный вообще, просто ничего не может сделать без родителей, без того, чтобы его покормили, напоили, спать уложили, он лежит просто беспомощный. Вот это вот Бог сообщает нам, он говорит, ребята, вы беспомощные, вы даже из дома рабства выйти не можете, вы ничего не можете без меня. Что вы о себе думаете, чтобы это тебе прямо могущественно? Это первая заповедь, да, оповещение, что я Господь Бог у вас, который вывел вас из дома рабства, чтобы быть вашим Богом. Теперь вторая заповедь, не будет у тебя других Богов, да, то есть, чтобы не было никаких, чтобы ты знал, что есть только Бог. Дальше идут заповеди, не произноси имя Бога впустую, соблюдай шаба, почитай папу и маму. Потом идет, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не будь лжесвидетелем в суде и не возжелай жену ближнего, дом ближнего и все, что есть у ближнего. Если посмотреть на все эти заповеди, то окажется, что из них одна повествовательная, я Бог твой, да, который вывел тебя из земли дебетской, две повелевающих, соблюдай шаба, почитай папу и маму, все остальные запрещающие. То есть, если взять природу человека, то Тора, да, Бог через Тору, через заповеди, он больше человека ограничивает. То есть, 70% заповедей явно запрещающие. Из них одна является корневая для всех остальных запретов. Корневая заповедь для всех остальных запретов, это заповедь не возжелай. То есть, вначале у человека идет мысль, да, потом за мыслью идет желание, а потом за желанием идет действие. Получается, смотрите еще раз, значит, семь запретов. Природа человека, она его ведет в разнос. Всевышний говорит, опа, тормози, останавливай себя. Семь запретов. Одно повествование и два, всего лишь две повелевающие заповеди, из которых одна повелевающая заповедь про шаббат, это заповедь, наоборот, не делай, остановись. То есть, заповедь остановиться и не делать созидательной работы, наблюдая за тем, как Всевышний даже без твоего участия управляет миром. И остается всего, получается, одна повелевающая заповедь, которая является корнем всех остальных заповедей. Почитай папу и маму. И продлятся дни твои на земле, которые Бог для этого напишал отцам вашим. Что получается? Если есть у человека почитание папы и мамы, то есть, он уважает традицию предыдущей поколения, он готов воспринять информацию, тогда он будет и благодарен Всевышнему. То есть, если ты благодарен папе и маме. Трое людей участвуют, партнеры в создании человека. Папа, мама и Бог. Если человек почитает двух партнеров, значит, он и Бога почитает. Если он тех партнеров не почитает, он и Бога не будет почитать. То есть, вот этот вот момент благодарность, умение воспринимать информацию, и скромность, и понимание, что она передается от Всевышнего, Адам решен, и так из поколения в поколение, об Авраам, Ицхак, Яков, сыновья Якова. И дальше, 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 до сегодняшнего дня. Это и есть, получается, единственная повелевающая заповедь на скрижале. Потому что шаббат – это просто остановись и не делай ничего. Я Бог твой, это знай, как все устроено, как все работает. Одна заповедь делает, и все остальное не делает. То есть, природа человека, лево, адам, равен, аурав. Как Бог сказал, от рождения сердца человека, оно производит зло. То есть, человек – это маленькое животное вначале, которое ничем не ограниченное. У него нет никакой системы ограничений. То есть, он делает все, что хочет, орет, забирает, весь мир его. Писает, когда хочет, все, что делает, когда хочет. То есть, у него только идет вот этот вот «хочу и буду». А еще интересно, я читал на той неделе, одна книга такая, Виктор Пелевин, он пишет как бы о будущем. Он говорит, в прошлом был, говорит, один философ, который создал для людей дорогу в ад. Эта дорога в ад называлась «хочу и буду». Его система называлась «хочу и буду». Он так описал это, да? Он говорит, это дорога в ад, потому что вот эти все… И мы видим, это же действительно, если сложить эти две вещи. Все, что человек хочет, оно запрещено. То, куда его тянет сердце, оно запрещено. А тот, кто пропагандирует «живи, куда тебя тянет сердце, хочу и буду» – это дорога в ад. Вот так вот, да. Я тоже, мне тоже, очень мне Лавковский не нравился со своей этой системой «хочу и буду», да? Что ты хочешь и будешь? Человек не может так жить, хочу и буду. Человек должен жить как правильно, как Бог сказал жить, как хочет его душа. Это тоже как хочу, потому что душа для человека, она тянет его в святость. Просто его животное тянет его в животное тело, тянет в животную сторону. Человек, который живет по принципу «хочу и буду», он дорога в ад. То есть он себя ставит в такие ситуации, что просто не позавидуешь. А мы идем про раскаяние, да? То есть мы учим про раскаяние, мы дошли уже до того, что Всевышний дал нам такое качество – умение раскаиваться и убрать, значит, то, что мы когда-то где-то набезобразничали. Знаете, было такое слово? Не безобразничай. И вот, значит, человек набезобразничал в прошлом. И есть раскаяние, мы уже изучили, да, раскаяние, которое называется «первый кип раскаяния – случая». То есть он в том же случае потом не согрешил. Второе раскаяние называется «раскаяние ограды». Это когда человек делает ограду, да? Теперь есть, значит, третий вид раскаяния – раскаяние противовеса. Соответственно, наслаждение, которое получило преступление, приведет себя к страданию постома, уменьшению еды и питья. И дальше, значит, автор книги пишет, ссылаясь на книгу «Рокея». Значит, за каждое преступление есть определенные страдания, которыми можно его убрать. Я сразу посмотрел, мне было интересно, что это за книга «Рокеях». Это жил человек, он родился в 1176 году, а умер в 1238 году. То есть почти тысячу лет назад он жил. Значит, автор этой книги жил после «Рокеяха». То есть если он эту книгу читал, он жил уже между где-то 1200 годом. После 1200 года он жил. Иначе он не мог бы эту книгу прочитать. И вот, значит, в той книге «Рокеях» написано очень много про то, что человек, который хочет раскаяться и полностью стереть гнев и последствия негативных своих поступков, то он приносит сам себе, берет на себя какие-то страдания. Это очень похоже на то, что когда ты моешь посуду, если она просто какая-то чуть-чуть грязная, да, то ты ее можешь просто водичкой помыть. Посуда такая жирная, то тебе нужно уже фейри использовать, да. Ну, или фейри, или какое-то средство для ментя посуды. А если посуда уже такая грязная бывает, что прямо она уже с какими-то прямо такими чуть ли не изменениями не пошли, значит, нужно какое-то средство, такая химия, химия такая, да, сильная. И вот здесь то же самое, что он пишет, что вот Давид, царь Давид, например. Мы находим сказанное Давиде, присутствие Всевышнего как бы оставило его на 22 года. И каждый день он плакал и посыпал хлеб свой пеплом. Как сказано, я ел пепел и хлеб, и разбавлял вино свои слезами. В 102-м псалме этот царь Давид так сказал. И он просил, чтобы Бог принял его полное раскаяние и так далее. Дальше написано в преданиях, что Адам решен, первый человек, когда увидел, что из-за него произошли вот такие вот последствия, да, что все человечество приговорено к смерти. Он постился 130 лет, удалился от жены. Написано, что человек, как бы у него есть такой вариант, это как химия, да, взяет на себя какие-то страдания. И дальше он пишет, и пусть знает точно, что если он согрешил, то можно стереть все. И если он раскается из любви, то тогда умышленные преступления становятся заслугами. Если из-за страха, то умышленные преступления считаются неумышленными. Только умершие в своем злодействии, не имея доли в будущем мире, будут доказаны в диноме на виде веков. Но если раскаялись, ничто не может устоять перед раскаянием. То есть получается, что вот этот механизм раскаяния, он очень-очень сильный. Дальше он приводит к истории разных царей Израиля и страны Аха. Это Ахав, Ярамам, Минаше, да. И вот интересная тут, я нашел такая, подчеркнул штука, написано там в Британиях, в Медрашах, что был такой царь Ахав. Если Ахав обычно ел в три часа, в тот день, когда он хотел раскаиваться, он ел в шесть, на три часа позже. А если обычно ел в шесть, в тот день ел в девять. Теперь, что это значит? Почему именно так? Что человека ведет к преступлению? Ведет к преступлению необузданное желание. То есть появляется желание. Желание появляется, так сделал Всевышний. Он специально сделал так, что в этом мире, как сказал один известный английский писатель, не помню, как его звали, правда. Он сказал так, что говорит, почему-то говорит, все, что я люблю, или говорит аморально, или запрещено, или ведет к ожирению. Действительно, если так вдуматься, то вот эти все конфеты, например, есть какие-нибудь химические такие, но они же вкусные, но там, например, вредные. Алкоголь. Это радость украденого с завтрашнего дня. То есть я вам рассказывал, да, как один, например, у меня был. А, это было на групповом созвоне таком. Я один сидел на групповом созвоне, участник курса. Он сидел, он так не двигался, думал, у него все время зависла картинка. А он в какой-то момент, это не зависла картинка, он говорит, я просто выходные тяжело провел, говорит, много пили с друзьями, я теперь не могу пошевелиться, голова болит. А он вот так сидел, не мог пошевелиться. То есть уже был четверг, кстати, он еще до четверга отходил от большой радости в выходные. Получается, что есть легкие способы получать наслаждение. Эти легкие способы обычно запрещены. И человеку, у которого появляется желание, вначале он, например, может нарушить десятую заповедь, не возжелая чужого. Но он посмотрел, посмотрел, возжелал чужого, да. Потом он потихонечку-потихонечку взял чужого. Потом потихонечку-потихонечку он сделал. И дальше идет два пути. Я сейчас посмотрел, Наталья, психолог, да, есть два пути. Первый путь у него чувство вины. Он думает, как я мог это сделать, как я мог это сделать, как я мог это сделать. Если он знает про раскаяние, тогда все просто. Он говорит, ошибся, бывает, все, значит, сейчас я не буду больше так делать. Делает себе ограду, не делает, делает раскаяние, все. И знает, что ему Всевышний простил. А если он не знает Торы, он идет к психологу. Ну что говорит ему психолог? Это ничего страшного, можно. Кто тебе сказал, что нельзя было этого делать? Ну как, я же знаю, я чувствую. Не-не-не, давай по-другому. Значит, можно? Можно. И как? Хочу и буду. Вот хочешь, ну хочу, ну и делай. Человек говорит, а что, так можно? Можно, значит. И человек начинает делать. Он тогда перестает испытывать чувство вины. Опять делает, опять делает, опять делает. Потом бах. А если это действие, это было запрещенное, да? Например, если он воровал у кого-то, если он там с чужой женой спал, например, да? В итоге это приводит к тому, что муж узнал, его избил, значит, или ее там избил, убил, например, да, муж. А потом спрашивают, а как? За что же он ее убил-то? Они говорят, я даже не знаю. Ну, изменяла она ему. Ну, ничего страшного она не делала, ей психолог разрешил. То есть, понятно, да, идея? То есть, у человека есть какие-то внутри правила, по которым он живет. Любой человек живет по каким-то правилам. Теперь, если это правила, они неправильные с точки зрения духовности и структуры мира. То есть, понятно, что, например, кто-то может сказать, а по моим правилам я могу ходить на красный свет. Ничего страшного, да, я вот прошел тренинг и Тони Роббинса, я теперь уверен, я по углям ходил, значит, я могу ходить на красный свет. И, значит, начал он ходить на красный свет. Понятно, что где-то первые 2-3 месяца он по времени даже выигрывал. То есть, он не стоит никогда, не ожидает, да, он просто идет. Ну, машину тормозят, никто не хочет сбить человека, даже если он нарушает правила. Но где-то месяца через 3 в какой-то момент кто-то будет ехать, отвлечется в телефон, тоже не по правилам. И сбил этого человека, который ходил на красный свет, и все. То есть, получается, что человек, который нарушает духовные правила, даже если он себе скажет, что он их не нарушает, даже если он скажет, что эти правила придумал лично и так только что, специально вот, чтобы надурить его, взял книжку и, значит, из книжки читает, а книжку кто написал, не знаю, кто написал книжку. Даже если он так будет думать, рано или поздно духовные правила его настигнут. Поэтому лучше раскаяться. И здесь он пишет, что есть два варианта. Есть вариант один еще, который очень интересен, значит. В наши времена, когда люди весьма слабыкием, это он пишет 1200 лет назад, 1000 лет назад примерно. Что делать человеку, который во все свои дни жизни грешил злословием и всеми другими свойствами? Что ему делать? У него два варианта. Есть разница между людьми. Есть простой вариант, это идти через страдания. Пост, страдания, меньше кушать, значит, в общем, астетичная жизнь. Но если он ученый, то есть другой вариант. Если человек совершил преступление, подлежит смерти даже. Что он должен сделать, чтобы остаться живым? Если привык учить один лист, пусть учит два. Привык учить одну главу, пусть учит две. Отсюда следует, что большим старанием в изучении можно добиться искупления. Пусть творит добро и справедливость, кем искупятся его преступления. Как сказано в притче царя Соломона, милосердием и правдой устирается грех. То есть нам даны два варианта, как бы, здесь, да, по камести. Первый вариант предлагается, первый вариант предлагается, это посты. Посты, значит, страдания, все, я пострадал, мне больше не положено, да. Я в ледяную ванну окунулся, значит, пошел в поход, сплю на земле, там, ну и так далее. То есть все, никаких, кофе пью без сахара, потом вообще кофе не пью, там, в день, например, в неделю. То есть страдаю и говорю, все, я себя очистил. Это как химия для души такая. Есть второй вариант. Это взять и выучить наизусть главу из притчи царя Соломона. Вы спросите, а как это повлияет вообще, что это за исправление? Тут он, например, там, спал с чужой женой, а тут он выучил главу из притчи царя Соломона. Тот, кто выучил, то есть что такое вообще жизнь человека? Это в его восприятии мира, в его ненародных сетях есть некие правила, принципы установки, в которые он когда-то в себя внедрил. И вот у него было желание, у него осталось, может быть, какой-то женщине, да. Но раньше он это желание реализовывал, потому что не мог остановиться. Потом он взял это желание, перестал реализовывать, да. Но пусто, нет же, в интеллекте нет пустоты. Надо каким-то образом все время что-то думать. Человек не может не думать. И вот он берет и изучает мудрость царя Соломона. И каждый раз, когда ему приходит мысль, какая-то неправильная мысль, он включает у себя в голове притчи царя Соломона. Или там, перте, вот, очень классно выучит наизусть. Начинается она, да. Моше кибель тора мисинай. Моше получил тору с горы Синай. Ом Астрали Ушоа и передал ее Еушоа. У Еушоа лес к ним. Еушоа передал ее старейшинам. С к ним передали ее Невиим, пророкам. У Невиим, пророки, передали тору леаджекнасть тагдура. Людям Великого Собрания. Эмм Руш, Нуша, Дворим. Они сказали три вещи. Ам Умитуним Бадин. Будьте медлительны в суде. Не судите быстро. То есть нужно все исследовать. Семь раз отмерить. Потом еще семь раз отмерить. Потом с другой стороны отмерить. Потом в дюймах отмерить. Ринденом просветить. То есть не судите быстро. Посмотрите на все с разных сторон. Ам Умитуним Бадин. В Амиду Талмидим РБ. И устанавливайте много учеников. То есть передавайте тору. Они сказали многим ученикам, чтобы так она сохранится в капсулах, капсулах. И потом опять соединиться. В Асусе Ягри Турай. Делайте ограду для закона. Чтобы не нарушить закон, нужно делать ограду для закона. Если человек, он учит наизусть. То есть что значит учить тору? Это сегодня мы послушал урок, значит поучился. Не, это не называется, значит, это не называется поучился. Это называется послушал. А вот поучился это когда, поучился это когда ты помнишь то, что ты учил. Если человек, он учит наизусть что-то, в этот момент он создает в себе другую совершенно модель мира то есть у него внутри он закладывает новые программы если он его мысль ведет его в каком-то неправильном вредном для него запрещенном направлении он берется так переключают ее натору почитал псалмы поболелся всевышнему сказал благословение почитал опять там не выравшего маруша выучил наизусть какой-то отрывочек зале один отрывок сто раз повторяю 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 какая-то мысль обла значит милосердием и как там мы сегодня закончили на чем отрывок из мишлей значит 16-го отрывок милосердием и правда стирается грех о значит сегодня есть о чем думать милосердием и правда стирается грех милосердия правда стирается грех когда ты думаешь милосердием и правда стирается грех ты в это время не можешь грешить ты занят У тебя есть мысль Потом ты берешь эту мысль, ты ее думаешь, думаешь Потом думаешь милосердием, да, стирается грех А вот я сейчас кому-нибудь сделаю доброе дело какое-нибудь Оп, и правдой А что такое правда вообще, да? И, значит, человек начинает искать А что такое правда, а что такое милосердие Начинает делать милосердие Начинает в каждой вещи искать правду А правда, она же ее очень тяжело найти Правда это то, что бесспорно Правда это то, что однозначно Правда это объективная реальность Значит, что, ее не найдешь ни в СМИ Правду не найдешь ни у каких комментаторов Каждый пытается свою субъективную реальность пропикнуть Где правда, в Торе Все, и вот человек учит Тору Делает правильные вещи Получает, как Всевышний обещал Шмай Сраэль, мы повторяем, два раза в день И соберешь ты свой хлеб, вино, оливковое масло И дам траву для скота Все, осталось только купить луга Скоро надо купить Нужно купить барашка Собирать хлеб, вино, оливковое масло Хорошо, дорогие друзья Всем хорошего дня Хорошей недели Чтобы было внутри Главное стремление Ко Всевышнему И тогда у нас сбудется обещание Царя Соломона На всех своих путях Постигая его На всех путях своих Постигая волю Всевышнего Думая о Всевышнем И он выпрямит твои дорожки То есть тогда Любое твое решение Оно будет тебя вести куда? Ко Всевышнему И будет все хорошо Все, с Божьей помощью встречаемся завтра И спасибо всем Кто помогает Вайкра Сейчас у нас заканчивается Август месяц Начинается сентябрь месяц Мы в сентябре Хотим сделать Сейчас узнаем Сколько у нас часов Было изучение Торы В августе Надеюсь, что больше Чем в июле В июле было 32 тысячи часов Изучения Торы На всех уроках Вайкра В августе Надеюсь, больше А в сентябре Мы прям Хотим И стремимся К миллионам Часов изучения Торы И тогда мир Прямо Заполнится Божественным светом И милостью И правдой Искупается грех И даже если Есть какие-то грешники В этом мире То Тем, что мы Несем в мир Много света И правды Будет искупаться Грех Этих там Небольших Грешников Очень громких Правда Да, СМИ Такие прямо Крикуны Они берут Какую-то Вот смотрите Вы знаете Например Сколько Вчера людей Родилось в мире За один день 400 тысяч Примерно 400 тысяч Родилось Сколько людей Вчера ушло Из этого мира В мире По всему Где-то 200 тысяч Да 200 тысяч 400 родилось 200 ушло Из них Ушло Каким-то В авариях Например Да Сколько ушло В авариях В мире В мире ушло В авариях Из этих 200 тысяч Наверное По миру 1010 Убилось Просто на машинах Да Так почему СМИ не пишут Целый день Давайте запретим Машины Вот почему Они не пишут Мне интересно То есть Как запретить Машины Если всем Надо куда-то Ехать Поэтому СМИ Вообще Верить нельзя Вот Не слушайте СМИ Вообще Не закрывайте Себе голову Лучше Учите Тору Наизусть Учите Профессию Какую-то Учите Язык Английский Учите Позитивные Какие-то Вещи Шутки Анекдоты Учите Развлекайте Себя Учите Тору То есть Это хоть Понятно Вы себе Создаете Свой Внутренний Мир Чистым Светлым Радостным И Как говорится Милосердием И правда Что Искупается Грет Лучше Запомните Эту фразу И она Вам даст Намного Больше Пользы И перенесет Каждый раз Думая Фразу Историю Любую Фразу Историю Вы В этот Момент Соединяйте Со Всевышним Все Есть Чем Заниматься Хорошего Дня С Божьей Помощью Встречаемся Завтра Все Счастливо От Дедушки Ицхака Дедушка Ицхак Все Привыкаю Как Брежнев Когда-то Он Так Говорит Да Говорит Я Стар Я Очень Стар Я Супер Стар Все Всем Хорошего Дня Пока